Всем привет! Сегодня в видео будем устанавливать Linux Ubuntu, ведь с выходом версии 2304 внедрили в систему новый установщик, называется он Ubuntu Desktop Installer. Новое название этой версии Ubuntu это лунный лобстер. Давайте перейдем на официальный сайт Ubuntu, чтобы скачать образ системы. Переходим во вкладку скачать. Рабочий стол Ubuntu. На этой странице мы видим две версии Ubuntu, которые мы можем скачать. Это 2204 и 2304. Видим минимальные характеристики для установки и нажимаем скачать 2304. Загрузка образа началась. Образ в SEO формате скачался с официального сайта, давайте запишем его на флешку. Запускаем Rufus от имени администратора. Выбираем нашу флешку, выбираем образ. Файловая система остается в FAT32, изменять я ее не буду. Нажимаем старт для записи. Закрываем Rufus. Вставляем USB флешку в тот сетевый блок, на который будет производиться установка. Вызываем boot menu и загружаемся с нашей флешки. Нажимаем установить Ubuntu и видим ошибку при установке. Давайте перезагрузим наш системный блок и зайдем в BIOS, чтобы произвести некоторые настройки. Перехожу в расширенный режим. Я отключаю быструю загрузку. В CSM ставлю, чтобы было включено первому UEFI. В Security Boot вставлю OtherOS или отключаю его. Сохраняем все настройки. Загружаем нашу систему. Вызываем boot menu. И загружаемся с нашей флешки. Выбираем установить Ubuntu. Видим заставку лунного лобстера. Начинается процесс установки. Для начала выберем язык системы. Выбираем русский язык и продолжаем установку. Установить Ubuntu. Нажимаем следующий шаг. Добавим раскладку к клавиатуре в русскую. Нажимаем следующее. К интернету мой компьютер пока не подключен. Я ставлю обычную установку, чтобы установился в браузер, утилиты и офис. Буду устанавливать на новый жесткий диск. Поэтому разбивать на разделы и устанавливать рядом с другой системой я не буду. Нажимаем установить. Выбираем часовой пояс. Следующий шаг. Здесь я добавлю раскладку клавиатуры. Нажимаем на звук. Шестеренка. Кейборд. Нажимаем плюсик. И выбираем какую раскладку клавиатуры мы хотим добавить. Нажимаю add. И закрываю данное окно. Нужно внести имя пользователя. Также требуется установить пароль. Следующий шаг. На данном этапе мы можем выбрать оформление нашей системы. Я выбираю светлый и нажимаю следующий шаг. Начался процесс установки системы. Мы не видим процесс установки. Просто постоянно движущуюся линию. И на самом деле это очень неудобно. Ведь непонятно идет установка или нет. И какое время осталось до окончания установки. Установка завершилась. Нажимаем кнопку перезагрузить. Видим, что система загрузилась. Видим стартовый экран загрузки. Здесь можем регулировать звук. Включать и отключать ночной свет экрана. Выбирать стиль оформления. И режим питания компьютера. Нажимаем на пользователя. Вводим установленный пароль. И загружаемся на рабочий стол. Отправлять сведения о системе я не буду. Нажимаю нет. Не отправлять информацию о системе. Нажимаю далее. Нажимаю далее. Система готова к работе. Нажимаю готова. Давайте запустим браузер. Здесь стандартный браузер это Firefox. Запускаем YouTube. Посмотрим как загружаются ролики. Насколько комфортен просмотр. Просмотр контента довольно удобен. Загружается быстро. Никаких подвисаний не наблюдалось. Давайте перейдем в приложение. Здесь мы видим новые иконки в Ubuntu для LibreOffice. Стартовый пакет приложения мы выбирали при установке. Давайте запустим. Давайте перейдем в настройки системы. Сеть, звук, изменение регулировки экрана все работает из коробки. Ничего дополнительно настраивать не нужно. Bluetooth устройство также без проблем соединяется с данной системой. И работает в ней без каких-либо проблем. Также можно наблюдать заряд беспроводных устройств. Боковая панель очень похожа на панель, которая используется в macOS. Здесь мы можем регулировать звук. Ночной свет экрана. Темный или светлый стиль. Режим производительности. Давайте посмотрим через терминал, какое ядро Linux здесь установлено и какое окружение рабочего стола. Для этого переходим в терминал. Видим, что в данной версии Ubuntu установлено окружение рабочего стола это Gnome 44.0. А ядро Linux используется 6.2. Также в Ubuntu предустановлен свой магазин приложений, через который мы можем скачать различные программные обеспечения и посмотреть обновления системы. До новых встреч!